так а сейчас как отлично так ничего у нас какие у нас делать какая тема у нас а любви к слову божьему я знаешь как начнем с чего я посмотрел ролики ну вот твоей поездки на урал ты под одним из роликов даже комментарий там оставил ну как как мне сказать вот ну то что назвать то что впечатлил или как-то по-другому я не знаю просто вот усилия вот брата андрееву зовут по моему да с которым ты был вот является ли приносите они какую-то пользу вот его не проповедят донесение слова вот ну братьям сестрам которым он собрание пишем вроде бы из старается и наизнанку вывернуться чтобы донести им глубину слова божью я написал короткий комментарий ну вот хочу сейчас пояснить еще вот когда помнишь когда господь говорил что вам дано знать царство тайны царства божия а прочим в притчах или как он еще называл не не иным а как же у людей называл ну типа того что единым причем да вот и сюда же можно также в откровении есть кому господь кому бог отворяет тот уже не никто не может творить но это следует из этого что то что если господь не творит то человеку уже невозможно творить так и написано что если закрытый евангелие для кого для погибающих да ну и вот вот мне как бы печатил вот его стороне вот это знаешь он уже как бы из себя где-то выходит вот как вы не понимаете он готов уже просто ну при чате ну как вы не понимаете я вам хочу донести а вот они знаешь как не притчами а вот вот этими ну можно сказать вот такими православными выдумками вот этими баснями да которые вот ходят бытует как бы в общем перекладываю знаешь слова слова божие как бы не усилили не ныряется в них не вселяется как бы вот этим они живут вот и стоит ли вот об этом как ты думаешь стоит ли так усердствовать как то как может так и трудится для господа но плоды какие быть у меня плоды да у него было несколько помощников но к сожалению многие у него это разъезжается по разным ну-ка сказать кто-то уехал в другой город а у него одна сестра была возрожденная душа кто-то тоже там один отошел от него ну то есть у него есть помощник появляется это будет на время какое-то время они с ним а потом раз отходят или какая-то причина есть то есть не специально они это делать а есть кто специально уходит ну то есть как бы разочаровались там ним ли что я не знаю но тем не менее слова ты в них усилить конечно отзывы то есть людей а вы смотри знаешь мне еще тронул какой там женщина как это привела пример по моему он женщина она а или он сам говорил о том что женщина какая-то была среди них или среди дождись среди баб ну каких то в общем я не помню баптист по моему и они ее привлекли как бы православие привлекли да вот и она оставила любовь к слову а когда вернулась обратно и любовь опять появилась к слову то есть то что вот если ты православие то уже слову уже не живет в тебе между в таком православии вот как ну будничном до которого сегодня присутствует то есть то есть то есть то что тебя тебя уже как бы ну и начинают можешь хоть уничтожать внутренним я вот недавно ролик смотрел какой-то человек пришел знаешь ну так они разыграли комедии в лавку в церковной пришли у вас уже написано вот тут вот за пожертвование да а пожертвование предполагает ну любую сумму вот он будет вот он икона мне нравится вы мне отдать и мелочкой достает там лишь ну копеек 50 вот у меня особо пожертвования есть дайте мне вот три иконы она дуга данного столько сюда значит вы не жертвуете не жертву принимаете а значит вы продаете все таки вы не аж и начинает я места и евангелие воды что ты мне и вот эти вот ты что бакет что ли только перина тихо это вот именно вот этими словами отвечать ты чтобы бакет понимаешь вот именно этим и человеком как бы уничтожает вот его любовь видишь к слову если человек остается продолжительным вот это вот пример наш какой андрей его смирнягин и на тихо будет тоже хватил каком-то ролике то что парень такой ищущий ну он как бы тоже на прошлой неделе по моему был у них собрание чаепитие такое и вот он пошел попытался тоже андрей нет смирнягин и тут твой брат который да а это парень молодой андрей не смирнягин как-то не помню его фамилии и он пошел тоже попытался учета по евангелию на ним смеются ступи и все он будет я больше не поеду в то собрание лишь и будет все таки но андрей здесь молодец смирнягин именно то что он к лица молится и господь пробивать все преграды у него многие священники даже как-то собралось пять священников против него обсудили что он еретик то есть сектант при том волк в овечьей шкуре а сейчас потом господь по молитве сделал так что эти же священники его пригласили к себе на приход ему там работает среди прихожан и они мы открыли везде двери и больницы везде там тут центр надежда это вот все с благосостояние ощущение придет то есть он просто молился за них и все и господь их повернул сердца совершенно другую сторону ну да я я слышал интересно мне понравилось очень вот и груши а брат ты еще говоришь если плоды 1 плотто вот перед тобой сидит который сейчас того разговаривать я так раз через андрея и володя уверовал они вели слово божие проповедовал а сколько лет он занимается этим я не знаю в каком году точно я-то 2005 году уверовал ну там пораньше конечно уверовал а когда они в первый раз приезжали потерявка я тоже не знаю вот это это у него на лично спросить уже надо живут а ты такой не спрашивал вопрос как удается вот совмещать вот это православие будничное с евангелием как как все это совместить может вообще я имею ввиду какое будничное православие ведут вот эти все ну как бы предание да ну вот такие ты понимаешь о чем как это как это предание вот опять же ту же мытарство феодоры вот как это с евангелием все соотносить ты мне вопрос или тому брату и я уду и как бы ему задаю через тебя вот это отвечать как бы он ответил как он и как он воспринимает но старается чисто по евангелию ты же заметил как он один на одно место писания цитирует следующем место писания то есть он основ в подробности как таковые православие не это не вникает то есть не раскрывает их он только говорит о любви к слову божьему это у него главная задача стоит что православные полюбили слово божие ну чтобы полюбили надо же чего-то отвергнуться что в другой влюбиться нельзя же двум тут получается двум господам надо служить понимаешь потому что это разнополюсные вещи то есть вера вот в эти предания или в евангелие потому что у них совершенно разные понятия то есть это все внешние а там внутренние а ты видел есть тоже ролик у нас нас стоит на канале когда он проводит занятия в храме именно там два ролика есть вот один из них последнее воскресенье которое у него там был как раз речь зашла о молитве за умерших его там как раз и у нас беседа пошла об этом да и я видел ну плохо помню я смотрел по ум даже два раза я смотрю какой-то из них пишем у него же многие ролики выставляются только одни проповеди есть которые занятия занятия у него в основных мало очень не только проповеди выставлять или там центр надежды среди людей он там только благовестует вот здесь вот именно фраме они уже затрагивает и такие вот именно темы там объясняешь ягод неоднократно вам пояснял по слову божьим а вы где-то на своем стоите что надо было а нельзя я вижу у него такое смиренное поведение нельзя человеку допустим сказать сразу ты вот отвернись вот этих басней они тебе не нужны видишь он как бы смиряется с этим он против этого не говорит ничего ну понимаете так значит понимаете вот и он как бы сверху на это грузит слова божия слова божия ну-то положиться на чистую землю спаханную вот надо вот это вот искоренить ссору убрать чтобы и слова поселить там ну закончится тем что он тогда вообще в храме не сможет говорить ну вот буду я о чем в вашем получается как-то вот так видишь недавно вот я с парнем с одним разговаривал оказывается все право вот мы русский народ так устроены что и все наше православие вот это который мы сейчас имеем она пришло вот вместе с язычеством она была полностью бы перемешана с язычеством такая вот каша была замешана потому что русский народ он не в силах был принять чистого вот именно евангельского учения вот так вот такие мы этот фильм вот хороший показывает это царь этот алексейцы как это не женой спать ложатся вот перекрестились и тут же через плечо плюешь надо они сейчас наши шторки закрываешь чтобы это ладно где-то потом милости не подам что вроде в поста ну ну да вот 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 такой вот такое наше православие правильно ли это не знаю я допустим не могу пришлось отречься от всего того чтобы слово божие чистое жилу сердце вот между прочим я вот рад тому что я пришел именно в православие будучи еще до этого даже но я имею ввиду именно родился свыше в православии от слова божия слышание слова божия именно еще не находясь православия я благодарен за это то есть у меня никаких наложений не было только что единство я был всегда у сектантов свидетелей голы такой что у меня осталось в это в памяти еще оставалось потому что у нас потом беседы были там с братом игорем дубуновым я там книгу откровения толковал по их толкованию вначале пока не знал не стал читать толкование настоящие православные так что вот вот оно как и получается здесь только господь отверзает сердце как он говорит господь я дверь да я дверь овцам только через господа можно узнать вот истину и влюбиться в евангелие нельзя но я отличным собственным опытом ну хоть ты как человеку доказывай убеждаю его ну пусть начинаешь толковать вот это место смотри одно о чем говорить да человек интересуется да интересно а когда самостоятельно открывает все он видит там вот ну я не знаю пустые слова не открывается но все-таки брат плоды есть игрок сестры которого ты даже вот ему помогали это возрожденные души то что она уехала там по семейным обстоятельствам там у него пару человек было который именно возрожденный от слова божьем то что не все конечно возрождали понятное дело что не все же стремятся к истине полнать это ищет кто ищет тому господь открывает он говорит ищите найдете ну опять же они собираются для чего тогда на собрание они приходят что они же приходят за истины за какой-то да начинают перекидываться историями вот этими баснями начинают которые уже тысячу раз все исследованы вдоль и поперек вот а чё их штудировать для этого не надо собираться на собрании они зачем туда приходят из брат тут еще в чем загвоздка в том что человек еще должен сам трудиться над словом божием он пришел послушал а домой пришел это суетая у него и все забылось и он же еще должен домой прийти заниматься у божием у меня вот когда я уверовал я же от слова божия не отходил я его постоянно во первых с собой носил то есть где-то свободная минута появлялась или там где-то на работе или где я дома находился или в гостях я всегда читал слово божие библию и она конечно запоминалась и вложилась на сердце а раз ты как говорят святы надо моря выпить чтобы тебя потекли реки воды живой как господь говорит да слово боже чтобы потекло из тебя ты должен непрестанно приводить слово божие тогда есть я что-то будет а если ты только пришел послушал как вот и риме ги что его как гуслиста такого сладкозвучного певца послушают а потом идут свое же делают отсюда и плодов нету в человеке нету возрождать возрождение слова божия у меня вот и говоришь читать да у меня практика совершенно по-другому ну я не потому что устроен разум вот я воспринимаю только вот на слух не лучше допустим там и на тихо того же послушать да вот он раз где-то сказал что-то евангельская но мне садится сердце где-то читаю я прочитала это у меня не запоминается вот у меня именно от слова вера именно от слышания то есть вот лучше слушать чем читать так у меня то же самое было я же не только читал я же и проповеди слушал в мяч мочи в аптиске песнопение западе засыпал даже порой то есть помолюсь и слушай и засыпает уже это у меня тоже все вместе было и проповеди чтения за то не на чтение а чтение как-то допустим берешь собой ну я не знаю что там какой-то стих и везде не без день его как бы думаешь о нем да что держишь его мне сказать что и но если поставил цель за заучить туда я в течение дня несколько раз открывая и заучил для этого делают картон очки выписываю себе и потом повторяю ну и надолго улите надолго сердце твоем через некоторое время забывается но если ты его используешь практика вот как евангелие от я на 316 когда ты проповедуешь на улице где-то или где там среди знакомых или там близких тогда на у тебя на всю жизнь остается ты то есть он запоминаешь на всю жизнь а так забывается приходится каждый раз подновлять то есть повторять что-то новое записываешь за училась ты до сих пор и эти практики пользуешься да да ты просто не видел в доме как у брата андрея я не знаю ролика у нас такого нету вроде бы полностью то у него первых мест места описания из библии висят везде в любой комнате притом их и там по несколько десятков то есть он так любит слово божье что у него везде даже жена одно время восставала против но как-то с божьей помощью преодолел это что слишком уж все год в стенах у тебя слово божье висит у меня было такое желание ну мы когда жили на старой квартире я только ремонт делал там и я тогда только ветхий завет начинал читать ну как я не начинал уже читал так основательно вот и у меня такая любовь к нему вот к слову божию причем из ветхого завета понимаешь ветка и такое желание откуда но я не понимал то да я не стал вроде бы об этом обклеить и мне вот хочется а у меня родители длины уходит тебе ты чего что-то не был бы сам конечно руки если были ноги тубь я плел бы все вот а витку и желание прям по потолку по стенам пустить это вот именно библейский вот эти дальше мне вот эти вот я уже сделал на компьютере ну подборку такой что у меня будет по периметру комнаты все обклеен и откуда у меня понимаешь и такое желание прям горение было все таки перебили меня вот это же в авторозаконе написано что даже на косяках дома напиши да да я не знал об этом у меня она сама учиться поселилась вот смотри любовь к слову божьему я же у брата андрея перенял ну конечно слушая игнатика начали плюс я еще и же книги счет читал открытым оком вот у брата андрея брал тогда вот я тоже первое место описания из библии иван глядяна 316 выписал на альбомный лист записал и повесил меня конечно почерк не очень но для меня пойдет вот и там другие места описания это очень легко запоминается во первых например даже вот кошелек тот же сам у меня раньше кошельки брал деньги ложил в кошелек меня тоже там как открываешь тоже одно место описания там было записано то есть открывай каждый раз уже к повторяю его потом у нас случай был интересный брат андрей сменягин я собирались ехать сюда на алтай я тогда в первый раз сюда ехал его и вот но эта мысль ему пришла он взял написал на кепке на своей летней бог есть любовь прямо то ли нарисовал то ли вышел я сейчас не помню я по его примеру написал себя веру в евангелие веру его прямо этими уже нитками вышел себе спера написал а потом нитками вышел сожалению эту кепку я потерял в дороге положил на нато на машину когда ели и тронусь я забыл она улетела ну думаю ладно может кто-то господь коснется и через кепку через это думаю а еще у нас случай был с братом адреем интересный такой но как-то с ним едем по нашей деревне ну и рассуждаем а у него сзади было написано веруйте в евангелие вот он будет сколько от надпись я езжу сзади меня надпись где-то на машине гетесь не один гид не остановит не задаст вопрос мы едем дальше рассуждаем да так посочувствовал ему все к дому подъезжаем смотрим смотрим за нами машина все время какой-то мужчина ехал в очках к дому к его подъезжаем этот мужчина останавливается выходит алги то что у вас написано вас гид это есть вот единственный случай который был такой именно в тот момент когда мы об этом рассуждали у американцев много вот сейчас но это не сейчас уже давно у них и не знаю там мода такая пошла 70 80-е годы и отклеивать именно словами из писания но автомобиль свой да я видел у нас в россии даже видел ну ты расскажи о чем о чем там что и почему ты к чему ты подготовился все у тебя есть сказать ну я хотел бы зачитать стихотворение иначе мы уже его рассылку делал я только его озвучу называться библия о книга книг кто не изведал своей изменчивой судьбе как ты целишь того кто предал свой утопленный дух тебе в череде видений неизменных как совершенная чиста твоих страниц проникновенных младенческая простота не меркнут образы святые однажды вызванный тобой перед евой искушение змея с голубкой возвращенный ноль все страшный час в горах застыли отец и сын костер сложив жив облик женственной рахили израиль богоборец жив и кто житейское отбросив не плакал в детстве прочитав как братьев обнимал иосиф на высоте частей и слав кто проникал не пламенея веков таинственную даль познав сияния моисея с горы несущего скрижаль резец и карандаш и кисти и струны и пивучий стих еще светлей еще лучистей творят ряд образах твоих какой поэт какой художник к тебе не приходил любя еврей христианин безбожник все все учились у тебя и сколько мыслей гениальных с тобой невидимо слиты сквозь блеск твоих страниц кристальных нам светят гениев мечты ты вечно новый век за веком за годом год за мигом миг встаешь алтарь при человеком о библии о книга книг ты правда тайны сокровенной ты откровение ты завет всевышним данным всей вселенной для прошлых и грядущих лет валерий брюсов 1918 год вот такой секретарем поучительно и она сразу на душу ложится именно когда ты любишь слово божие она радует да радует пластырь радует и веселит сердце до веселить сердце ну там вот я ходила другой сектор не рассказывал это на ролик ослышал да вот это вот но называется новый завет измученной жизни суровый тогда мне больше всего конечно нравится ну там недавно ролик ставили кому да никитин вас савич написал она там как сказать и звучит очень ложится строка в строку строку лица рифму рифму а что вот что еще вот есть одно стихотворение небольшое я потом зачитаю автор над евангелем называется если в жизни судьбой угонимый духом слабым мой друг упадешь обратись к этой книге священной в ней ты силы борьбе почерпнешь разверни ты святые страницы ты проникни священным огнем ты в слова с чистотой голубиной вникни сердцем своим и умом и тогда отдохнешь ослабевшей душой в этом мире наживы и муки и с надеждою с верой с любовью святой ты подымешь к распятому руки написал его священник ян благодатов 1903 год и журнала воскресный день ну надо же третий год смотри значит было же у людей любовь слова можем было не все докуда было на той единицы который нас сохранились еще есть вот у лескова я сейчас не помню как называется это произведение у него у него написан был рассказ про одного городового который уверовал и слово божье читал как он был строгий там ничего лишнее не брал мы там пытались что-то дать вот как иначе может когда что-то хотят подарить он не принимает он точно такой же был принципа там его жене какую-то принесли там я не помню сейчас то ли козу то ли бочку с чем-то он и заставил ее обратно отдать не надо нам ничего мы должны жить бедно вот так вот и везде говорил слово божие то есть он так интересно еще мне нравится очень поучительное житья за пятый век это александр обитель не уступающий может слышал у нас есть ролик такой на нашем канале вот о чем она интересна это житья том что это был монах он был в одном монастыре и взял благословение у своего игумена и ушел в пустыню и взял с собой только одно евангелие нового завета и там несколько лет подвязался читал слово божие потом вернулся и в чем у него интересна биография тем что он даже возле него потом он как сказать немножко отдалялся изучал слово божие а потом к нему потянулись тоже монахи у нее получился свой монастырь и во что это вылилось он читает слово божие вот например 50-й псалом и научил беззаконных путям твои взятом с вами сейчас их не помню вот и он это зачитал думать как же это применить на практике ага и собрал монахов поставил их подвое разослал по разным деревням по окрестностям проповедовать евангелие вот это мне понравилось мне потом например читает слово божие как там говорится учета из псалмов что буду господа славить и у него пришла эта мысль что круглосуточно вести чтение псалмов словословие господу вот это первый человек который это сделал именно в этот монах александр но перед тем как это он это ввести своем монастыре он молился написано три года то есть спрашивал господа благословения пока не получил откровение от господа что можно и тогда он ввел это в обитель именно круглосуточно то есть каждый час один человек менялся и и так 24 часа в сутки и за дня в день даже вам когда шли они там на благовестие у него они шли на благовестие он сам пошел их вышла дед примерно 150 человек сейчас не помню то ли 103 150 где-то так вот монахов а часть из них вернулась и испугались потому что он когда выходил ага еды брать с собой не будем написано что господь нас прокормит что ни чем не имейте нужды то есть ни о чем не заботьтесь все и пошли некоторые через три дня не есть не пить не это нету ничего они ушли вот а которые остались он потом навстречу идет караван и все им это дали то есть и пища нашлась и вода все и вот они в одно селение заходили там в один город вернее зашли их оттуда прогнали как сектантов что вот интересно монахов именно вместе с этим александром а потом разобрались отожигет наши православные и отпустили в город но там такие события развернулись что он начал проповедовать а раз люди слово боже тот епископ который был в городе он не проповедовал видимо слово божие а он начал проповедовать люди начали с нему стекаться у того появилась зависть и он начал там гонений на его устраивать и один подошел к нему диакон и ударил этого александра по щеке а его звали малх а этот александр стоит и было ему имя молх мне так интересно понравилось и вылогает мое имя молнишь у него интересно жить и один сами чем мне не понравилось то что он для того чтобы собрать люди людей для слова божия там же языческие народы были в то время это 5 век он взял храм идольский сжег у них который они там поклоняли сходили ну народ весь собрался его там чуть не убили за это конечно но весь его начал все-таки консульта горячность она ну хорошему не приведет но у него была вера твердая то есть он даже подходил там спрашивал что так и написанную в ангеле ну там вот и началась иногда приводит пример жития святых то есть у него такая вера иного твердая была на господа упала ну вот все-таки господь нас призывать к несению креста да вот все евангелие можно сказать она пропитана этому вас или этим господь говорит и послание апостольские все вот а люди большинстве своем открывают для себя как бы на безразвенность то есть они не несение креста а вот раз ну был человек безразвенным безразвенным становится нравственным и путают вот именно это состояние свое душевное с верой божией то есть человек приходит в это состояние он будет все я достиг всего мне уже ничего не нужно вот то есть он понимает правильный путь вот а зачем ему евангелие видишь видимо царствие божие нужно найти внутри себя чтобы как говорится жить именно внутренним своим состоянием а не внешним есть такие слова золотые мне понравился как-то выписал из протестантского есть такая книжечка хлеб насущен называется густавсон написал если вера жива если вера горит она в деле живом воплотиться настоящая вера без дел не сидит и без дел но никак не сидится то есть если ты уверовал по евангелию у тебя будут плоды и ты без дела сидеть не будешь не просто пришел в храм свечку поставил помолился один господь знает о чем ты там молился конечно может просто житейском а что-то а небесного не просил даже вот если человек рожден и свыше он руководство духом святым вот мне понравилось поучение небольшое я счастья зачитаю его яна златоуста я потом прочитаю где это написано у него по настоящим нам не следовало бы иметь и нужды в помощи писания то есть мы все время конечно читать писание слушая слово божие вот азалдуст по-другому говорит она держала бы вести жизнь столь чистую чтобы вместо книг служила нашим душам благодать духа и чтобы как те исписаны чернилами так и наши сердца были списаны духом но так как мы отверли такую благодать то воспользуемся уже хотя бы вторым путем а что первый путь был лучше это бог показал и словом и делом в самом деле с ноем авраамом и его потомками равно как силовом и моисеем бог беседовал не через письмена а непосредственно потому что находил их ум чистым когда же весь еврейский народ пал самую глубину нечестия тогда уже явилась письмена явились скрижали и наставления через них и так было не только со святыми со святыми ветхом завете но как известно и в новом так и апостолами бог апостола бог не давал чилибо писаного а обещал вместо писаний даровать благодать духа утечитель же дух святый сказал он им напомнит вам все евангелия тяна 14 26 и чтобы ты знал что такой путь общение с богом со святыми был гораздо лучше послушай что он говорит через пророка я заключил с домом израиля и с домом иуды новый завет многоточие вложил закон моего внутренности и на сердцах их напишу многоточие и будут все научены богом и римея 31 глава с 31 по 3 4 стих и евангелия тяна 6 глава 45 стих то есть там мысль это повторяется и павел указывая на это превосходство говорил что он получил закон написанный не на скрижалях каменных но на плотины скрижалях сердца 2 коринфянам 3 глава 3 стих но так как с течением времени одни уклонились от истинного учения другие чистоты жизни и нравственности то явилась опять нужда в наставлении письменном размыслишь и какое будет безрассудство если мы которые должны бы жить в таком в такой чистоте чтобы не иметь и нужды в писании а вместо книг представлять сердца духу если мы утратив такое достоинство и возьмем нужду в писании не воспользуемся как должно даже этим вторым врачеством если достоинство коризны ищи уже то что мы нуждаемся писании и не привлекаем к себе благодать духа то какова подумай будет наша вина если мы не захотим воспользоваться и этим пособием а будем презирать писание как излишне и ненужное и таким образом навлекать на себя еще большее наказание чтобы этого не случилось вникнем тщательно в то что написано и там дальше продолжается получение то есть основную мысль у него тут сделал это написано том 7 книга 1 толкование на матфея беседа первая то есть это у него там именно толкование на матфея не увидел беседа первую вот такое поучение господь говорит кто верует в меня и писанию того и слива потекут и реки и воды живой из чрева потекут как как ты понимаешь из уст и сердце из уст твоих то есть эспира наполняешь а потом те переполняется и ты начинаешь говорить опять же это делается по любви то что ты вникаешь слово божие и еще вот это то что вот ян златуус горит о руководстве духом святым одно из как вот игночь неоднократно повторяется родиться свыше и быть руководим духом святым то есть что дух святой тебя направлял что эти в данный момент надо сделать а где может отсидеться на месте а где сказать а где промолчать то есть вот у меня даже был такой случай я уже приводил неоднократно ехал в поезде еду и читая слово божие библию достал читаю смотрю напротив меня сидит мужчина с ребенком ну там мальчик у него а мальчик лежит а он его ноги ему положил на этом на ноги этому отцу своему и гладит ему ноги а сам мужчина смотрит прямо перед собой вот я молюсь о том чтобы сказать им слово божие а уста не открывается но я господа как бы задаю вопрос господи а почему так что почему ты устат у меня не открываешь вот и господь мне дал ответ то есть я решил заговорить с этим мужчиной он оказался слепой то есть почему прямо перед собой только и смотрел то есть глаза у нее никуда не ходили вот его мне сразу как начал ваши священники вот там всех священников собрал и православных католических то есть они такие они такие и у него как вот это вот полилось из его уст и все я тут же замолчал то есть я понял что почему господь не открыл уста единственно что я когда его выслушал я ему сказал говорю что слово божье нас будет судить вот эта книга гру будет нас судить в день суда и евангелия тяна 1248 ему привел наизусть почитал все и на этом я замолчал все я от него отошел а у тебя нет вот и ощущение ты чувствуешь сейчас прежде того как говорить вот это открыл господь и уста или нет духовно ты ощущаешь это да да у меня есть такое да вот иногда мы на благовестие выходим евангелие там раздаем жить и ролики смотришь вот и мне надо неоднократно сергея подходит попков типа брат скажи чем там день слова божьем уже даже в открытую вроде у тебя же опыт то уже есть у меня устал закрытый то есть я просто хожу снимаю все а братья проповедуют раздуть евангелие вот такие моменты да то есть то есть предоставить предоставить всего себя как написано что возлюбите бога всем сердцем всей душой и всем разумением всеми помышлениями своими то есть всего себе отдать господу тяжело да вот и если не опыт на это не ну как бы не прошел тяжело это объяснить или почувствовать да когда отдаешь себя полностью богу когда уже ты не живешь у меня вот недавно вот я ездил когда на урал меня же еще кроме того что я побывал на урале я еще хотел съездить москву встретиться там с людьми вот но у меня такое желание было господа оказалось это не угодно опять же я так ну как сказать намеревался уже билет купил все через интернет уже собирался ехать раз и чувствую нет особенно вот игнать наш меня написал что ты должен был вернуться через две недели как обещал все а у меня желание все-таки ехать и я просто помогать и когда ты когда почувствовал что это уже как бы не угодно господи когда уже в екенербурге на вокзале то есть я уже в пути нет даже еще раньше я в пути уже ехал и уже твердо в душе был уверен что мне навернуться на алтай а как тебе пришло это в чем она в чем она был просто удостоверение для просто мысленно утвердился и на душе спокойствие стало сразу ну да то есть я потом выхожу приехал сразу сдал это свой билет позвонил отказался от встречи от всех попросил прощения что их это будоражил этих людей вот и приехал уже на алтай ну конечно у меня единственное что как тебе сказать вот говорит человек когда полностью отдается дал для бога служения бывают такие моменты когда ты как бы не согласен с решением божьим вот у меня вот такое ощущение было несколько дней у меня буря шла в душе пока не смирился это скажет так любой может сказать что ну смириться и и в мир усмиряются люди ну так же не перекутать вот это свое состояние с божьим здесь есть вот у меня неоднократно были такая моменты когда я под сомнением было или сделать так или сделать так вот это решетка бы двойственно было в душе я остановился играл господин ну направь меня туда где тебе угодно то есть я уже все стоял у меня сомнения были и господь дело так что ноги сами по себе шли и делал ты то что ему угодно вот и все это понимал что этот бог уже то силе тебя будут какие-то препятствия если это не угодно богу богу как вот апостола павла было тоже я не помнишь это то и дух на написано препятствовал им два раза потом на третий раз ему было видение а а когда и обратные действия помешка давать в антиохию апостолы пошли когда им дело предстояло вот тоже как бы ну ты место место помнишь вот это вот когда они в антиохию пришли совершить то что то что было предназначено как бы написано там предназначено или назначено им от бога было то есть а когда они пришли к язычникам господь уже как бы определенное количество людей избрал для духа святого то есть видишь в этом как бы здесь деяние говорится о том что есть избранные люди уже для принятия духа то есть что господь отворяет то что уже он только ищет вот дух святой этих людей находит и дает вселяется в них а наши усилия получаются они вы не нужны но избрание есть божие я с этим согласен этой я на своем личном опыте это убедился в примере что мне тоже господь избрал именно ну что вот просматривать свою прошлую жизнь конечно я грешил но неоднократно господь посещал то есть я бою где-то боялся где-то что-то сделать я понимал что это плохо ну и не это только конечно я искал у меня был поиск духовный был поиск бога именно когда библию взял в руки тогда понял что да вот это то что я ищу я вот недавно смотрел фильм фильм называется бахита и такая католическая святая жива мне очень интересно тоже житей было она жила в это в египте с судане вот и как она оттуда господь и привел именно в монашество в католичество она избрала путь как она там помогала бедным как вычешала и и там даже наказывали хозяева неоднократно не вся спина была исполосована там фильм показано ну и в это википедии есть 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 ее житие житие вернее и вот это господь и привел откуда от язычников прямо привел туда она приняла крещение конечно крещение показывают католическое там ложкой стоит черпает на голову и однократно она служила искренне с любовью относилась к людям то есть притом она там как сказать народ такой был что невозрожденным можно сказать вот освещение пытался как-то с ними традиции в оконцовке гид сам бит руки опустились ягод стал такой же как они горит то есть не руки мустились ахня приехал такой был горячий гид хотел там людям слово божие проповедовать вот и они и когда увидели первый раз они посчитали что-то сатана выявился нужно негритянка было и это а потом оконцовки она вот эта любовью несмотря на то что они там клеветали там даже один раз попытались чуть не убить ее что типа сатана явился они там с вилами и давая прижимать ее к стенке а он заступился этот священник и как-то отбился и постепенно вот я потом заслужила доверие у всех несмотря ни на что и вот она первый вопрос задавала там сидела двумя женщинами готовили обед своему хозяину а кто такой бог они там сидят молятся богородицы там молитву возносят во время работы а кто такой бог ангета тебе таки зачем знать засмеялись зачем тебе это знать бог господь все-таки и привел потом я нагет в конце фильма сказал что ягод с самого детства эту любовь божия в себе ощущала видишь писание говорит об избранных людях не принято мне вот недавно вопрос задают тоже такой он как бы не вопрос а человек спрашивает а как я узнаю до избран я от бога или не избран вот и я не стал отвечать на этот вопрос ну потому сразу прелесть конечно это обменят а видишь как господь видимо так сделал то что там другой какой человек нашелся и он отвечает как бы за меня вопрос был меня я не за меня отвечает он выдай избранный он знает всегда о себе что что он избранный то есть у человека который от господа который избран богом у него нет никаких сомнений если есть сомнения туда человек еще не рожден от бога ну да есть такое стихотворение нам жизнь дана для пустых мечтаний вот там одно есть строчка то написано что сомневаешься порой мы как христиане твердым скажем прочь мой друг христос божественной рукой поможет все преграду превозмочь какие-то сомнения появляются господь тебе поможет все это преодолеть а то геннадий винс написал баптистский проповедник кто духа христова не имеет тут и не его вот видишь видишь иногда людей тоже интернете священников много проповедуют да а видишь что он не от бога говорит а что другое может как бы человека заинтересовать в этом вообще берег бога если если ну ты понимаешь о чем я говорю понимаю что может быть и и что может еще привлечь господу вообще господь в евангелии что кого не привлекет отец именно отец небесный привлекает к христу то человека приводит на христу к евангелию это работа духа святого то есть самого господа бога это в его руках все кому открыто там открыто кому закрыто тому закрыто и все все походы вот все поиски человека бога вне писания они тщетны можно сказать да то есть человек и ищет своего они божьего сегодня много людей на празднике тысячи людей ходят храмы вот а приди спроси для чего ты сюда пришел адекватного ответа мало кто даст то есть получается что тщетны эти походы все и собрание этих людей да потому что господь ищите прежде царства небесного прежде прежде всего если у тебя цель стояла ты этого ищешь я вот всегда с этой целью и вставал и выходил на работу с этой целью то есть с проповедью евангелие это главная задача моя стояла а уж работа на втором плане стояла где и как что сделать господь говорит я есть дверь кто войдет мной тот спасется и войдет и выйдет а почему он войдет и выйдет дверь это слово божие насколько он по толкованию дверь божий он ходит дверь божий он находит да он находит пожить а почему там написаны выйдет то войдет и и выйдет но я не помню сейчас толкование церковь приняли крестили а теперь выйдет на проповедь лежать не будет оказывается оказывается тут не только войти нужно богу да и проповедовать нужно но когда все описание вот это особенно вот послание к римлянам 10 глава на все об этом говорит то есть без этого нет спасения даже вот я вот недавно иначе посоветовал посмотреть ролик один мусульманин который обратился ко христу может слышал свидетельство мусульманина я точно не помню как он там называл посылал до посылал да вот там четко ясно говорит то есть как он пришел к богу именно путем пишешь опять же он путем исследования пришел то есть сравнивать коран библию вот это все у меня этого не было мне просто господь дал это что это слово божие все я то есть это принял своим сердцем и понес сам это евангелие а у свидетелей его почему ты не принял это ощущение этого не был почему нет у меня свидетель его вы я же там женщина познакомился с одной шоу с работой вот и она мне пригласила к себе на это на занятие послал вот где-то есть такие книги там про буддий стражевая башня у них журналы есть я взял начал читать и потом она предложила ходить и к ней на заниматься на на дом не там двое детей было и все я когда начал я на меня дала библию именно синодального перевода 66 нет конечно но именно синодального перевода и я возрадовался так я думаю вот это то что я ищу я перестал с друзьями своими которые в миру живут общаться то есть и перестал там другие грехи совершать бегал к ней на занятия то есть меня около года и примерно там занимался с ними у них участвовал всяких собраниях там в проповедях с ними тоже но почему-то в тот в то время лишь у меня как-то у меня путь немножко другой был я засомневался в них в этих именно свидетель иегов не только засомнялась а в том что я мне опять потянуло в мир то есть опять ушел к своим старым друзьям я их покинул собрание а когда уходил из их собрания это у меня вот единственная мысль которая запомнил что господи я может тебе вернусь но только не сюда и все я ушел а примерно через год там ли через два сейчас не помню нас вспоминать я пришел уже православие то есть я пришел брату андрею начал у него спросил о крещении он с этим не торопись пригласил от и узнал тому вы свидетелью этих кто такой христос и 10 понял кто он такой но человек они об этом и проповедуют на столбе 1 1 5 на столбе и вы все и больше знаний у тебя не мне было да все я часто эти скажу сергей не могу сказать потому что когда я ушел от них опять вернулся старым друзьям меня сразу в голове стал чистый лист все что я запоминал там них это все у меня ушло вот видимо и она и нужно очищать всегда свое сердце перед принятием слова божью вот мне опять вспомнилось как бы это является таким критерием проверить себя на то что избран ты или не избран то есть как написано горе мне если не проповедую да вот и легко же может человек себя проверить избран он господом атака как я могу держаться если мою чрево разрывает от слова я уже не могу молчать уже я знаешь а у меня даже лежат болею неделю уже не могу более вообще невыносимые а у меня вот это слово она побеждает все у меня какие-то боли там мне уже скорее надо с кем-то говорить уже надо каких-то боли смотри написано примутать соломона 1612 не трава и не пластырь врачевали их но твое господи все исцеляющее слово а у его там еще написано я сейчас не помню его наизусть место описания это написано что твои же руки и наказывает твои же в руки врачует то есть господь это делал легко тебе это сказать что господь делать а попробуй объяснить человеку что это господь делает разве может опять же парень один инвалид мне тоже пишет ну под роликом потом скайпе вот он тоже такая приблизительно такая же у него травма как у меня немного полегче все тоже руки не работают и он будет длиной чуть-чуть и дал-то бог твой ты лежишь у тебя не руки не ноги не работают вот это кабу за своим близким усилишь то что ты сказал сейчас написал я тебе могу с противоположным знаком что я не обуза я поддержка своим ближним вот во всем как и духовно так и морально и господь меня наоборот окружил такими людьми везде и в мире и в интернете вот то что я себе по-другому я висты не хочешь а чем такие ощущения иметь в жизни то есть такую жизнь иметь тогда не звони но я ему побываю ты звонить я тебе объясню как можно жизнь свою металл перенаправить а он сделал татуировку выгнуть на всю плечо сделал банах какого-то накололки полным поможет ему по жизни то есть идет вот в этом русле поезжают и позвони тебе даму такую как бы направлении может быть все изменится человек как он говорит о чем-то что как он может бог вот все мы вот это видим то что происходит до смерти все как может бог такое творить если бог есть любовь я зла то вас просто объясняет он говорит что потоп кто сделал бог есть любовь сжег города садом и гоморра кто бог есть любовь то есть у людей представление другое любви божьей да мы просто любовь не воспринимаем не адекватному посланник и время апостол павел говорит что кого господь любит того наказывает ну то есть бьешь же всякого сына которого принимает и там он дальше объясняет что если ты не накажешь сына то есть но эти если что-то что-то не так делать значит ты не отец никакой все-таки без наказания обойдешься но само понимание любви вот последний век вот этот двадцатый его сильно трансформировали они совместно вот сейчас сыгнатик ничем там вот вот это пошла буча идет там с надеюсь надежда сильный да вот а женщинами то по большей степени это в интернете часа раскручивается целая компания вот максим степаненко тоже там участвует есть еще люди но я как бы заинтересовался этой темой до отношение к женщинам они сейчас называют как все мужики оленями называет вот мы олени надо менять свое отношение вот к женщинам я думаю вот это пример как раз сыгнать их может быть к тому хотел подать пример об отношении что менять надо кардинально то есть мужиков настолько сгнобили то что мир он заканчивает свое существование как первый мир с адамом он был из-за женщины погублен как и вот этот наш мир он будет также через женщинам погублен если мужчина не изменит свое понимание женщине но кажется будет сам за себя отвечать женщина женщина-то женщина отвечать-то ты сам заселуешь понятно дело что хочется хочется и мир что-то оставить свой вклад какой-то сделать это мне вот этот стих тоже понравился его недавно опять вспоминал он будет как червей и на тех частных войти как червей проживете что не песен о вас не расскажут мне сказок о вас не расскажут не песенам не споют надо все-таки сделать что-то для мира оставить свой вклад а как раз вот через отвечать это одно да ну помощь как нет нету не только заборы там красить бычки собирать по урнам да надо еще как-то направить какое-то русло показать ему путь спасения но то я выявляю так как говорится образец который можно применить вот который началась неоднократно ссылается от на баптистов как они вот таланты которых люди к ним приходят в общину как они умножат эти таланты то есть дают ему развиваться тому человеку ну и ты брал увидел на видео этого брата никиты колесникова где он там сравнивает как он сектантом ходила в православии то есть как православие к нему отнеслись и как среди этих он там протестантов увидел как трудиться да надо человеку давайте развивать свои таланты которые господь ему дал начал на этом засохнет просто мне интересно насколько это практике применяется там же у тех же баптистов или у кого он был насколько сегодня она практикуется это все говорить красиво конечно можно вот пример если дело то есть у них какие-то баптистов я не знаю я же там не было это все судить не могу а вот то что я у меня лично опыт был я когда уверовал я помню пришел первый раз помолился с братьями андреем с меня геологи пищиков они как раз первое это воскресенье вышли на проповедь евангелия из дома в дом по нашему селу села покровская артемовский район сировской области вот и они мне даже предложили но я отказался еврея еще не готов а на второе воскресенье я уже пошел с ними говорить я ничего не говорил они только свидетельствовали то есть вот у них опыт такой был стучались дом приглашали человека говорили мы православные христиане проповедуем о евангелии о царстве небесном не хотите ли послушать вот так примерно такие были речь такая вступительная и человека или располагался или отвергал то есть это уже от него зависело из дома в дом ходили вот так объездили деревне там у нас вот это в артемовском районе нашим были конечно другие свидетельства не только из дома в дом написаны написаны что господь настанут дни когда я пошлю на землю не жаждую голод ну хлеба да и воды а жажду знаний слова божьего смотришь на смотришь на этот мир дады откуда же она жажда это появится откуда и что может должно произойти с людьми чтобы жажда по слову появилась если в нем вообще никто не нуждается как господи это вышли молития господина жадко что высылал делать ли своих то есть нужно проповедь евангелия жаждущие души найдутся а если этого нету ничего не не будет мертвость так и будет мертвое поле ну кто знает ведь господь свою работу тоже делает помимо наших да нет 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 лены твой дух прибывает так я своим словам во всем от прямо до салмона сказано нет лены твой дух все до везде наполняешь все будут научены богом напишешь господь сам научи вот я себя даже свой опыт вспоминают думы рядом со мной не было вообще ну ни одного человека также приходил свидетель его ко мне три раза пришел и все я не знаю мне три раза приходил два раза с библии пришел вот и говорит ну давай вместе начнем читать я бы давай начнем читать и когда он мне начал про иисуса рассказывать он говорит вот кто будет такой иисус и сын божий он это вот видишь а православный говорят что он бог ну и как бы у нас разговор такой зашел и все и после этого разговора ко мне не пришел и берешь у меня вот после этого появилась такая жажда невыносимая к слову я уже давай мне маски выдавали по странице сканируя она мне библию начала сканировать по одной странице я читать через компьютер начал это жажда развел развелась во что то есть и рядом у нее нужды какой-то не было знаешь что кому-то ну и не залами тогда еще интернета не было кому звонить я не знаю я уже были читаешь а толковать кто кто разумеет да если ему не растолкует вот и я что так богу обращусь его и господи ну я читаю я не понимаю ничего вот у меня такой вопрос а как как мне быть ты понимаешь вот и в три часа каждую ночь я не знаю точно время где-то приблизительно 2-3 часа ночи вот я ложусь с вопросом и меня будет как будто кто-то дергает вот так раз я просыпаюсь тебе ответ пришел я получаю этот ответ понимаешь ну а получаю в такой полноте что там его невозможно вместить и мне тут же нужно если был бы кто-то рядом его блокнот записать бы вот этот ответ то есть полноту то есть я его помню вот я понимаю что я сейчас уснул а на утро у меня ничего не останется то есть останется сухом остатки какой-то знаешь понимание то есть вот как как сам господь открывал как господь научил есть что-то еще рассказы нет интересненькое да нет брат все то что вот на думал молился о чем уже все сказал если может я какие-то вопрос еще на тихи можно поговорить ну давай добрый день добрый вечер дурить я все слышал стоял рядом вот жажда вы спрашивали избрания вопрос людей непонятен этот как это много как вот представь себя стоят строим солдаты все боевые с орденами и теперь набирают на самое трудное ночью проникнуть стан врага за языком как говорят шаг вперед все шагает нет не пойдет так мне нужно говорю только пять человек и он сам начинает избирать избирать на смерть а вот у тургенева ивана сергеевича это хорошо описано маленький рассказик такой девушка стоит перед входом в комнату а ей голос говорит не переступай порога если ты переступишь ты будешь гонимая потеряешь родных никогда замуж не выйдешь я добавляю тут что все себя собирать вместе то другой голос говорит блаженно ты будешь и она переступила порог и как грохот скрежет раздался будь ты проклята а тихо из комнаты раздалась святая то есть человек если избран на это он ни на какие угрозы не на потерю родных и близких смотреть не будет это мой господь и особенно это хорошо заметно когда в семье несколько детей тут на глазах все может сверять у меня старший брат он все умел делать я его как говорят обожал а я ничего не умел делать я только раскрыть рот получал от него что лыжи сделает он приемники сам делал магнитофоны сам делал то вообще был специалист а веры нету сырчики мать сделает он их ворует а нет она такие оля башки творог со сметаной и к рождеству вот а мать даже то ли крысы появились что-то уже нету а я знаю сказать нельзя потому что это мой брат я его люблю вот веры не было с этим почти и помер жил в москве а у меня это вот он ее уйдут куда я рано научился читать лежит псалтырь на славянском языке ну я совсем я не знаю 600 лет то было я стащу ее и стараюсь печатные буквы точно написать и заучить а уж когда с евангелия мне в руки дали новый завет шестьдесят втором году мне уже 23 года меня не надо было не уговаривать не рассказывать первые слова я понял небо заговорила со мною я не могу не крикнуть ничего я стою и поплыл как зашли только помолиться осталось из молитвы стал настолько другой что на себя до этого который становился на колени я смотрю как на чужака ничего этого нету все что я делал не связать и в погреб бросить но мне еще помогло то что узкий круг был тех с кем я знался на корабле потому что кубрик свой я занялся сразу переписывать новый завет и сразу вот это в дяди вот это по 5 вот это маме вот это брату и целая тетрадь мест писания который ко мне я наверно новый завет я даже не знаю сколько раз его переписал салтырь знаю отдельно переписал брату это два раза наверно только в тюрьме я переписал крупно почему она зазвучала не буквами а голосом родным и близким который я ждал который на все на все дал ответы то есть я где-то далеко был другой стране я сам себе не могу простить 23 года я блуждал где господь касался касался моего сердца неоднократно я там все начал припоминать господи вот уже когда ты положил перст твой на мне я должен был тебя найти и говорить начал ту же минуту вот вошел и вышел вошел в церковь и вышел на проповедь не будешь сидеть церкви а у меня таланта такого нет я говорю зачем ты дышишь а как у тебя талант если нет дышать так это дыхание талант нужен какой-то петь ну другое там еще что-то вот сегодня они строят миссионерские отделы они ничего не понимают во всей патриархии миссионерское дело нельзя построить это обман и обман не просто человека лукавого благовестнические можете а миссионерский нет это чисто труд духа святого труд духа святого и почему он год посылает по два не по одному а по два что более смело выступали а почему не больше что больше число мест по двое было тоже 6 мест избирает 70 и опять посылает по 2 ничего не считают что ли эти осипов этом смирнова почему они не говорят что миссионерское дело это выдумка это обман где миссионерский отдел там свой труд а это труд духа святого почему я за того все время повторял что книга деяния апостолов правильно надо назвать было и от деяния духа святого идти или не идти говорить или не говорить а что говорить из всего множество вариантов только один тебе положит на сердце а как вы нашли эти слова мне не раз спрашивали я их не искал они внезапно передо мной всплыли вот это избрание избрание она значит на смерть на подвиг он господь видел вот у меня сейчас допустим кто-то подарил бы мне пять кубометров долларов по 100 я бы нашел им место и ни одного цента на себя не потратил я не понимаю их ценности дадут я двое падал отдам куда надо нуждающиеся через неделю а через неделю найти не могу куда я делал сунул вот такой вопрос как вы понимаете нравственность и совесть это похожее понимание нравственность и совесть из совести происходит нравственность проистекает почему его его и англатаус говорит совесть первичные евангелия до моисеева закона а ведь это пять тысяч пятьсот восемь лет до рождества христова от адама а от моисея 3600 вот и считай сколько тысячи лет и не было никакой записи вообще не было а что по совести поступали и совесть их как описывает апостол павел кремлинам то судит то оправдывает есть люди которые христи не слышат они спасутся то есть они не отвергали вот это германа аляскинского когда он приехал на остров а там один был шаман и говорит шаман он ничего не знает а ему господь открыл все что ты приедешь будешь говорить о христе ему все рассказал что будет вот как бывает совесть я не знаю все повторять не буду что там мара марк а ва говорит не евангелист а марк а ва там другой там есть такой поиск это многие говорили антони макари они все касались этого вопроса я вывел свой вам ответ такой который понятен совесть это тот участок души через который слышится голос божий участок души уши через который слышится слово божие все а теперь то есть получается что нравственность это уже непосредственно поведение то есть полот совести нравственность это плод совести так да но когда люди говорят о нравственности вот преобразующие время фильме думаю смотрели нет кажется так называли да да вот он говорил о нравственности а со христом не увязывал нравится на горит воровать нельзя почему господь заповедовал работать своими руками дабы было из чего уделять нуждающимся дабы никто не крал кто крал впредь не кради человек ребенок не умы не умеет работать не хочет это вор потенциальный вор ему есть надо ничего нет он будет тащить все а тот то когда его перевезли другой стопор на 150 лет вперед он увидел да нравственность есть а христа нету он удивился как а христе не говорят нет а что это зачем все это с я не буду со христом вот невеста сравнивает вышла замуж но она знала за кого выходит это княжеский сын ну все ей показали привезли все сокровище но нас каждой минуты все больше думать а где он где за каждым поворотом за каждым деревом она думает увидеть его а его нету как нету а зачем меня привезли сюда зачем это царство верующий если умрет и будет спасен и христа не найдет он царство может попросить покинуть зачем не старство ваше когда нет моего возлюбленного жениха вот как объясняют и это действительно так сладчайший возлюбленный к тебе стремится душа моя я не знаю какой песню прославить его язык мой трость скорописца 44 солом и все для возлюбленного песня песня и об этом говорит у нее и находит 7 качеств а она у него 10 положительных считается что 7 полнота и 3 на святую троицу такое толкование совесть о как много это значит но совесть иногда бывает сожженная люди сожженной совестью и они голос божий не слышат нравственность это прекрасно и нравственный человек лишь и находит путь спасению но все это увязывать надо с господом это он мне дал вот у меня говорят а вот вы говорите о себе это повеление боже они даже не понимают у них ничего нету и жизнь их потемки город не может укрыться наверху горы и свечу говорит ставят не под кровать на подсвечники дабы ученики то сказали все что не делаешь дела все дела дела чтобы их видели чтобы привлечь а кого привлечет грешные супер грешные да кому ты нужен а ты покажи вот в этом раздрае после этой перестройки всего можно быть воистину человеком и христианином для бога клеветников будет тьма почему вот мы задержали вора и придумали лайк и дизлайк дизлайк и 56 человек пальцами вниз а кто-то говорит надо же как быстро 56 воров нашлось и за воратой заступаются мы вора держим а я сейчас выставлю завтра как раз я давно не не видел этот ролик а сегодня на него кто-то вышел и там пишет я мусульманин но уважаю вас вот вы как поймали сара помолились им тот следом я буддист но я признаю что вы такое-то такое-то называет там великим и проще вы его обращаете человека другой я коммунист но я уважаю вас и я из финляндии другой я из парагвая и все всех смирила что молитва я преступник это поймали но пока полиция то не приехал я его рассказываю о боге попросил молиться он согласился получается что нравственность находится вне религии до именно почему а почему верхи верхом завете вообще понимание о совести нет никакого ну сказать что совсем никакого это нельзя так потому что трудно она больше будет о нравственности а в эмилях он вырос он от блудился его гидеона то и 70 сыновей порешил это братьев порубил то один сбежал и он оттуда кричит теперь слушайте жителей города я вам расскажу нужно было выбрать царя и пошли по всем деревам деревья выбирает царя выбирает виноград а он виноград готача я пойду у меня виноградная лоза надо выращивать чтобы она для вина была яблони не идет и тогда вышел один лысый пигмей с ульяновска там теперь и я буду у вас царем я буду гнать вас гробить устрою репрессии а он терновник терновник вышел и люди избрали его проголосовали в 17 они не знали что вся ленинская гвардия под нож пойдет это же смысл и пробудил их совесть и женщина проломила ему обломком жорного голова милеху это было было она по-другому выражалась вот так настойчиво как павел сказал как бы не было но другой услышал даже нужды нету а потерял совесть он стоит на подходе идут к давиду стоит там и весоломы а вот если бы я был избран о я бы тут всех выслушивал на отца поднял голову чем голова неправильно работала и вот на голове волос ими игорь ты засыпился анзлатоуст говорит то место которое больше всех страдала то и было чем мир от страдал и расстрадал своим половым органам кого взял жена-то и поэтому смердел половым органам черви вываливались и он орал вот чем показывает даже на феофилар мы должны это помнить чем мы грешили как что и совесть подскажет совесть вот сейчас выступает на меня там вал вот этого вот он совершенно бессовестный человек это двух это себе беседовал то у него ничего у нас он был по чужим женам пошел развратник и страшный какой кинулся к архимандриту тут и получилось баптистом его изгнали ему честь сказал что в дом не заходил ему рта раскрыть не надо такое было совестливый человек знает он пал он теперь о себе будет заботиться ну что сделаешь ну было да было его жалеют а этот нет он учит нравственности учит как любить жену как детей эту все бросил его как вытаскивали оттуда то первый наш крестный ход был вокруг его его там товарищ еще рядом долго был до к вечерам прибежал пал перед батюшкой хотели его крестным ходом захватить а вот сейчас дает комментарии самое отвратительное вот я с володей как раз просто и хотел обсудить не конкретно вот его а как как возможно человек вот его видно что он не христианин он даже не христианин вот ну и как он на себя вот это ермон одевает почему он решил что его же видно по не только поведение по духу его видно что он не христианин но представь себе он на моем форуме заходит подписывается и dm а я понял демон дьявол dds демон сатана ну ладно и говорит монахи монастырях это только гомосексуалисты а где женский монастырь был как барнауле около озера все дно покрыто трупиками аборта абортированных ты понимаешь у него не грамма и совести не ничего нету да чтобы встретиться с монахиней побеседовать князь серебряный там только поиграет его это только старшая сестра в отдельном месте это самое короткое время на полминуты их одних не оставляют а а трупики то не плавают они лежат на дне то есть он никакой грани не знает ничего а тут выпустили хронограф барнауле университет и совещание было в городской администрации нам подарили о монастыре это были голубицы господни и он откуда еще берет он ничего не знает абсолютно бессовестный пепел в душе и он слушает дают комментарии это мертвые люди от отброс это шушера никого дух святой не трогает они не не знают меч иногда священник говорит я против вас говорил что я делал я грану ты молился в это время то болтаре поднимал руки так ты если ты с богом почему тебе бог не подсказал но я не не знал я это понял почему бог тебе не подсказал когда ты руки-то в алтаре поднимал то вот ко мне подходит а как вы думаете об этом человеке сегодня только никак я не думаю я прочитал и теперь начинаю молиться и что ничего сокрыто ну хоть что-то скажите ничего сказать не могу мне бог закрыл это иногда месяц-два я просто молюсь вот этот харольский там симон по горам ходит поет то где-то андрусенко там тоже с ним сейчас он поет чтобы ходили в а то ход группами люди пели эту никогда не было нигде в церкви христовой и каждый раз протянутая рука на следующий проект дайте денег хитрость еврейская и не видит ну а вы узнали увидели я сразу с первой песни только послушал нынче два года исполняется как он это все ну делать по горам вот на уровне моря океан любви вот туда рояль притащил зачем это люди-то смотрят на него и слова песни даже не доходят а вы как понялись первой песни а что делаете я каждый день за него молюсь он про меня даже не знает а я молюсь он хороший человек ну вот обольстился чем вы о чем вы просите об обращение чтобы обратился конечно что впознал истинную веру ходят там пять девушек или женщин и они пять мужиков идут на встречу ну любой чего подумают все без платков да они не молятся постыжает голову свою подравнены бороды там задаток как она щитина я спрашиваю а какой они тут одна у нас пришла и услышала наши там дела проповеди и обратилась она еврейкой я говорю смотрю это может быть мессианские евреи вполне похоже но я говорю руку то протягивает это очень похоже на них следующий проект мне надо деньги большие там жертвуют и каждый раз ему надо собирать там тренировать одну песню спеть да один псалом все перекрывает все наши годы зачем это нужно как устраивать концерты где-то в горах ну песню поюту допустим косари на лугу размахались острыми косами по православный вариант видели я вам скину его тогда косари поют видимо где-то баптисты а православные косари с бородами косят потом приходят храме видно свечки ставят икона видно вот и все православный вариант прекрасно просто а это зачем но это можно назвать такой свой проект под маркой христианство то есть ну вот он опять же вот мух он знаете он он выстает большей степени против не то что православия а вот аскетического аскетического жития то есть он по эту марку на сверху даже послание якобы понимаете то есть он вот я не согласен но там много говорится как раз об аскетическом образе жизни да а вот я не принимаю все он просто выбрасывает книгу из библии пожалуйста свои свои измышления под маркой христа ну как бы свою личность продвинуть да все это пустое он не работает нигде я спрашивал теща говорит нигде мы его там близки и у него ничего нету пришел к баптистам а тут звонят мне хорошо известно там у них старший пресвитер он опять то же самое здесь делают против седьмой заповеди он не может из-за того вылезти ну что с таким поведением то я говорю за замужней женщины изменяется идет по еврейским законам по мусульманским его сразу бы убили отрезали голову с таким поведением он менторским голосом пытается учить как жить нравственно вообще бессовестно это нереализованные амбиции то есть человек амбициозный а не нашел выхода амбиции в мире и вот до сих пор он не может успокоиться время вроде уже 50 подходит а как говорится ничего не нажил кроме детей ничего не имеет поэтому вот такое поведение спокойствие как в этом фильме помните мира нет душе этот остров мир это нету в душе вот она плоды эти человека пожинает говорит-то не о чем один раз сказали мне то разницы нет это венок сплетает радуйтесь и веселитесь велика ваша награда на небесах и он притом лжет на каждом шагу вот выступает теперь меня нейроном называет почему а восьмой зверь там из семи он даже не знает 6 которого шестого толку это нерона не было не было гальба был он годы все перевирает а другое есть там или не указывает на домициана но нерона уже не было на земле когда иван написал апокалипсис писал написал уже после нерона вот это так скажем шагу его даже ловить не надо он выходит я говорю если как это где это написано что если от бога дело то она устоит а если не от бога она разрушена вот возьми два года существует вот твой проект и людей больше 100 человек этапе не не набралось слушатель слушать или нету вот значит не от бога все твои это произведение у бога все вымерено и надо богу доверяться и уметь ждать вот этот постулат отсидеться и ждать был очень хорошо развита кутузова махаила ревнович не надо было бородинского сражения чего надо уметь ждать просто молиться ежедневно и от тоски не изнывать семикратно в день а семикратно то узнать сначала как один вот у меня определенное правило три святое и 100 поклонов и своими словами это один и в день всем расстать на молитву когда молитвы связаны то нет тебе не интересно будет это я любому для того чтобы для того чтобы ждать вера сильные нужно как можно без веры ждать надо верить в то что ожидаешь конечно иногда говорят нет и вы уверены что это по вашей молитве ягра вы молились об этом я нет но раз не молился и событие исполнилось тебе никакого дела нет а я не умолился 30 лет и когда случилось крушение этой империи зла и лжи я понял молитва отвечено и не это только а подряд буду называть подряд вот даже здесь было молились брат поехал две недели у него какие-то дела две недели крайне нужен я начинаю молиться и он ровно день в день приехал я это принимаю как от бога а почему я никаких сигналов других не давал один раз сказал слово сказано надо вовремя держать его а дальше устремляясь на молитву и весь сказ а если не по-твоему а я как раз по-своему это и не знаю как надо я богу доверяюсь не настаивай на своем а бывает а клевета клевета бывает иоанн богослов говорит для меня нет больше радости как слышать что дети мои ходят в истине а серахов это двадцать седьмой главе кажется он пишет о том и нет больше печали той как друг превращается во врага саша мне был один из самых близких у меня был талант к проповеди он все погубил ну и натично у человека же видно сразу в любом возрасте можно так сказать вот этому легкость поведения она как раз вы вот говорили а вот вот этом хихиканье да да лег легкость поведения она же о многом говорит а вот этот кузнецов то дмитрия который был теперь с нашей лены все время подхахатывает и своей щетиной всем сильно похожи на него я ему говорила об этом они они очень похожи да да и все время говорит и над своими словами подхахатывает а златоузвер не боишься рот раздевать что сатана вскочит тебя вот и все отскочил он же приближается к тому состоянию разруха полная он же сейчас я думаю и христа потеряю он же вернулся в мир и все такое тут только одно молиться но почему-то тебя глядя на него на все поведение как он говорит вот этот счется на одном месте а говорит говорит они о чем говорит то ни о чем я чем вот она понимаете 90 лет вы понимаете что вот это такое а вот глаза какой-то на пупкова а этот посмотри там на это он разбирает еще что-то люди то не знают кто перед ними сидит какой человек который потерпел полное кораблекрушение в жизни не христианской только но и в этом мы можем рассуждать вот если человек покаялся допустим я не верю я пообъясняю не верю мне кажется что вот на нем пример когда человек перешел грани похвылил духа святого все что он видит он все относится то не к вильзиулу додуматься называть ваалом сила вильзиула он даже перешагнул это что говорили сайт этот ролик у него ничего нету нигде не порошинки дети у него у нас все были здесь крещеные ходили он их всех проглотил ни одного нету нигде богу не знает это однозначно он не знает был ни страха божия ничего не договорить о нем не надо а я молюсь все равно почему говорить я уверены что я не так уверен но мне кажется что он похудел духа святого у него никакой подвижки нет нигде только глубже и лужу погружается в бездну а все равно молюсь молитва она сродняет с человеком когда становишься это знаете как уберут легко любому мирскому представить вот когда чем больше даешь человеку да тем больше с ним слепляешься вот тоже самое делает молитвы вот это мне вопрос этот трогать когда город избрание ягра как вы определяете это слово апостол павел говорит кота у кого-то разговор тут было вас что а кто святых кого ты знаешь святых где святые на тебя наседал один человек святые все святые которые уверовали во христа святые по благодати а кто грешники мы и грешники по немощи человеческой для чего нам поставлена лечебница церковь вот тут говорили вот человек приходит начинаешь говорить а у него столько натолкана в голову вот эти прискозульки всякие не предания от бабок разных поднабрался я ему должен установить авторитет библии теперь чтобы он сам сравнивал и от него так как шалуха начинает отпадать я решительно сразу поставить это не по евангелию не будем говорить отложите пока а дальше насаждают слова евангелия проходит несколько встреч он гадок это вот у нас я научил был так выходит неправильно я говорят и как думаешь так совсем не сходится я запиши себе не бросай пока да мне уже противно даже это вот и все вот это крепко мне будет сидеть не просто я его щелкнул и брось а ты сам увидел увидел это противно богу вопреки с мощами сколько мой мужчина сегодня а куда вы денете прах ты и в прах возвратишься это в раю еще сказано вы делаете что хотите с мощами но только помните что в прах возвратиться не в антиминцы не в кресты в прах возвратиться я говорю вы издеваетесь над этим андрей кураев это понял игнатий горит просто открыл целые пласты забытые нами у вас гордона на технологии в каждом доме что хоть маленечко от святого каждого было это язычество некрофилия а вот вы зайдете в храм и там мощи где вы что приложите агро обязательно приложусь обязательно я их не трогаю я показываю мое почтение надо всегда когда говорят вот сектанты говорят а вот у вас у православных в разные посты там их нет евангелия я говорю правильно нет евангелия но давай рассудим плоть наша осталась та же скажите мне павел говорит я смиряю порабощаю тело моё дабы проповедовать другим саму не остаться недостойным скажите как вы порабощаете тело свое а зачем его порабощать зачем все отвечают смиряю и порабощаю джабу давит душа госпожа тело раба дави и не знаете как я горят для этого нам посты даны они не евангельские я это знаю но мы ни разу за 45 лет не нарушили в лагере нет растения на должны вне постов же происходить ежедневно да я говорю теперь я начинаю я все исполнял и буду исполнять даже если отменят но мне это тяжело месяц июнь все в деревне есть молочные яйца мясо я ничего не могу взять теперь я молиться начал господь дай мне полюбить эти посты в один день господь положил так что я не дождусь когда пост будет вот бог как делает молитва связь бога молитва то ничего не значит она просто отверзает небо и господь слышит молитву благодарности вторая ступень и не спосылает благодать это все благодать делает и натищу когда с александром говорили по поводу святых да где святые вот я что имел ввиду он когда он говорит о том что вот сейчас заходи в любой храм и найди человека который бы не оправдывал своих грехов не был бы связан со своими грехами которые он себе оправдывает то есть любой человек как бы прощает себе грехи но вот он пример приводит тот же священник он будет вот у тебя у освещение кого он признается в том что он боится боязливый человек разве он может быть святым если вот такие вот грубые ну груб грубыми вещами согрешает человек разве может он тогда называться святым пётр испугался начнем отсюда господь его не отверг он плакал и был возвращен где бы это не было говорить я не гожий но я божий я в церкви нахожусь вот что ему нужно ответить а в церкви лекарства церковь это лечебница туда привез самаренин израненного я израненной меня привел а что не исправляется где-то вот за этим священник должен смотреть для этого если пить им я а а сектант это вот как раз это где сейчас ты находишься скажи да и а я ни с кем то есть это еще хуже чем секта все эти хоть какие-то рамки за тут ничего нет хоть куда шатайся и каждый по-своему таких которые играть я никому не принадлежу никакой конфессии динаминации это вранье он принадлежит и вскоре он через день уже находит своих симонов он там будет торчать а потерял то такое сокровище как бы изгнанный за свою гордость за поношение церкви из дома божия он говорит да правильно говорит мы принимаем я у него взорова много хорошего нахожу а как он сказал священник боязливый боязливый мы беседуем с ним боязливо боязливость после смерти будет рассмотрена богом боязливость это или благоразумие вот григорий чудо творец диаконом и кто-то прибежал и говорит тут идут воины услышали чтобы здесь сейчас арестует а куда спрятаться да некуда он годовой на эту гору это холм зайдем если знаете эту историю но я бы зашли на вершину ты видит как входят эти военные и по домам пошли шнырить все говорят были видели вот на этого это не пошли холм нашлись кто показал то белом туда вокруг гору окружить перехватить и на иные пошли прямо на не это на холм то на этот а он говорит поднимаю руки молимся молимся про себя не будем слушать вот они зашли стоят пяти шагах от них и никого не видят ну посмотрели а там видят как те бегут а в охват ничего нигде нет вернулись гнету там только два дерева сухие горит стоят сучки засохшие руки подняты вот и все человек увидел нору и спрятался тот и ищет как раз христиан и говорит а вон там видать нора ну-ка сбегать туда тот подбегает и видит на солнце блестит паутина паутин это значит никого там нету и она только нырнула в эту нору то в это время паук пустил свою уже пускает как это и одна паутинка спасла жизнь история знает тысячи подобных примеров умение довериться богу талант уметь выжидать вот и все вот он спрашивает арте святые скажи я святой я вот перед тобой я нахожусь ты лежишь ты святой как по благодати я в церкви нахожусь а в церкви свои лекарства крещение прищищение тела и крови а где ты находишься там нет никого святого там крещения нету как кипрянки карпагенской игры там осквернение в водах да как кресть это неправильно я правильно крещен и другим подскажу мы работаем здесь мы работаем на корабле божием в гостинице божии а ты нигде на помойке с дофаном если если человек в это не верит как быть тогда если он не верит нет он не верит но ты его скажи где-то что-то отпечататься нет а тряси прах эритика после первого второго разумления отвращайся титу 310 почему потому что он грешит будущее самоосужден он сам себя судил тебе его оттуда не вытащить он сам себя расстрелял сначала других расстрелял там в керчи а потом себя вот это и он они сейчас рыскают везде ко мне кто приходит они прощупать фамилии не стал писать прямо заваливать такой мерзостью про всех кого говорим я не хочу уже называть даже которые близки нам я об александрик например мне кажется он просто придуряется он ошибли его там то что и архиерей не что-то не согласился для меня он как был дорогим и близким так и остается в молитвах моих он добрый человек а вот не пободро стал сатана свернул шею церкви мы святые а мы той кровью христовой и для этого есть таинство есть исповедь а у тебя скажи ничего нету а якобы все мы много согрешаем вот для этого есть лекарство а кто сайт никто никогда не выполнил весь закон закон никто апостол павел говорит и мы имеем силу от духа святого побеждаем вчера я не мог а сегодня смог а что бывает главное человек украшает все и зверей и птиц но не может укоротить свой язык бывает человек начинает говорить у него предложение уже составленное с предаточными двумя в это время я понял не надо он не может он дальше давит и давит по телефону отойди он не руководить языком там кто-то его выбрасывает язык это лопата которые излишки выбрасывает оттуда от избытка сердца или избытка перехлёстый через край создали молчать всего ни одного слова у меня был один раз а четыре месяца не говорил ни а не б и все считали я глухонемой она же четыре года четыре года буду молчать работать буду все я пальцем помахал махнул отошли да хочу такое испытай самого себя на что ты годен испытай меня в боже выйду щись как золото как говорил лео вера вот такая штука вот господь почему много уделял внимание почему людей обращал к вере он будет то есть внимание людей обращал к вере он будет веруйте вот где ее взять веру бывает такое от желания человека зависит хочу я в это верить или не хочу я в это верить понимаете как мира как за нее зацепиться за эту веру это дар божий выпросить надо господи верю но помоги моему не верю вот было же такое помоги я я верю но настолько эта маленькая вера раздую в пожар где-то а если и вообще не то а вот тебе говорят надо так верить а он будет а вот как так верить к где я возьму эту веру если у меня другое смолись проси смирись и тогда будет видно избран ты или нет молись скажи проси у бога веры ты хочешь спастись а без веры угодить богу невозможно неверующую богу представляет и лживым ты бога лжецом называешь а я не называю это да и тоже не веришь написано представляет бога лживым ты его покажи места которые стронут как и риме а насколько может быть доказательным древний опыт вот если тысячи лет вот она да вот наше православие и может это и являться доказательством того что это верный путь доказательством не может быть но показывает как выстоять вот допустим мы считаем первое послание коринфян 10 глава 6 11 стихи и он перечисляет не положительных героев с которых брать примера самое отрицательное когда они бунтовали когда было и это были образы для нас для нас чтобы не были походливы на зло и теперь это были образы для нас достигших последних времен вот для чего это нужно православие с этой стороны если рассуждать очень хорошие примеры были отступники были хулите ли чем они закончили аритет был православным в истории православном куда они уклонились архимандриты втихи то есть кто родоначальники разных ересей были как они к этому отошли вот теперь мы и увидим православие вот они начинают я говорю скажи ты православным чем-то обязан я ничем давай запишем пиши православным я ничем не обязан чтобы ценить его записал записал но ты можешь подписаться да я его сразу уже поймал все я бы скажи а как-то узнал 4 евангелия матфея марка лукьяна так их 4 нет их 20 было как 20 евангелия ты воды евангелия кого и ангелия басилиска евангелия евреев евангелия фомы док откуда ну возьми заряди где-то там в интернете в википедии тебя подскажет эти евангелия были как узнали не знаю не знаешь теперь слушай внимательно 85 правило апостольская а другой-то веры не было тогда не было господь горит создам церковь мою и врата не одолеет ее матфея 16 18 когда он говорил создам но считали да а когда создам опять ответа нет при том это баптистские проповедники я говорю в сионской горнице в день пятидесятес и сидите доколе не обречете силу и свыше деяние 18 согласны ну да это отрывилась половина двери открылась ну на две половинки а 2 10 глава для язычников открылась через корнилия петр открыл вот и церковь другой не будет она одна невеста откуда вы возникли 1609 году откуда откуда возникли адвентиси седьмого дня 1841 год откуда светили его вы хотел же свидетели под именем все сел так я говорю смотри вот каноны правила какие книги названы и они перечисляются во всех книгах во всех указано название их происхождение но книги третьей ездры не было тем более из нее тоже было утеряно кое-что а как так не знаю примерно 20 книг если вы не знаете вот я вам говорю сергей я вам скину которые упоминаются в библии их нигде нету почему утеряны они были крайне небрежно златоуз говорит умышлено умерщвляли 36 глава и риме он отрезал ложечки выбросал куплет прочитают он опять отрежет и бросить и аким сидел когда они уничтожали их вместе с авторами у и риме это когда взяли и риме бог получил от него указание напиши еще и добавь и добавь и вот теперь я скажите вы обязаны православным или нет но если это они сделали тогда уходит да ну вот теперь у тебя в руках библия почему ты выбросил сирахова почему у тебя нет там варуха почему нет премудрости соломона так они это и ну что это ну подделка какая подделка апокрифы какие апокрифы апокрифы которые евангели называл а это не канонические и канонические они не были найдены на неврецком языке а теперь уже и даниил эти главы найдены и сирахов на резком языке так церковь-то приняла их ян затаус ими пользуется как сирахом постоянно а вы и говорит проповедь на сыновей маковейских 7 глава 2 маковеем но так а теперь перевод хороший какой но который в руках а в аптистое печатают только синодально кто перевел ну наши братья я вот иначе напоминаешь кого православных которые ненавидят иудеев юдафобы называются я говорю скажи а богородица какая национальность было как какая русская игра христос ну и христос русский нельзя же так его китайцы рисуют христа с узкими глазами он китаец был лох и даже так а эти хиппи издали христа в футболке в шортах ну вы же дурите нам нужно знать христа истинного из колена иудина так вот перевели русские люди обычно вот у менцев лютер один переводил на ему товарищ немножко там помогал а у нас у русских четыре духовных академии и в синоде было три присутствия их дня в месяц и один день посвящался просмотру поступающих частей перевода и один из тех который знал язык хорошо пиларет митрополит ныне канонизированный а я напоминают как я сидел с александрами ним вы говорили агрего могли бы перевести как данил абрамович хвольсон крещеный еврей он говорит да вы что он от меня даже отшатнулся не вот интересно почему бы он не мог так перевести и знание у нее таких не знание у него на работает с оригиналами александр мень природный еврей чистопородный не почему не не было у него такую это внутреннее чутье понимаете как вот допустим ну я простые слова говорю когда говорю коса какая коса ну коса женщин коса косят коса взморья понимаешь три значения а бывает 18 значения одного слова какое поставить и поэтому перевозчики смотрели вот я на то уж переводил к это говорил пропать у нее четыре перевода было 4 70 септуагента симах акил и феодатиона притом это и еврейские были предводители и он брал и то есть то есть получается это дар духа святого тоже да конечно это многообразие я один из примеров беру говорит и львы просят о добыче а другой перевел и богатые нуждаются в помощи соединить допустим у нас написано покатить ибо приблизило царствие божие в другом переводе покатить ибо царствие божие уже под рукой там приблизилась еще непонятно может быть тысячи километров на километр ближе под рукой и дэгэнд вот и все вот так и надо говорю они сравнивали с арабским текстом найденным с вульгатой и ранима стридонского перевод они сравнивали как это слово златоуст толковал как это слово понимал и раним стридонский вот как глубоко они заходили дальше они улавливают таинственный смысл и когда считаешь в библию в нашем переводе синодальном 1876 года как будто сегодня перевели язык то до этого почитай сумарокова язык ломоносова и почитай пушкина это совершенно разные языки почему именно на этом месте засохла вот язык вот это нам перевели они и вы пользуетесь православным давайте бога поблагодарим за святую православную веру которые такие гигантов корифеев мысли дала баптистает я вот и в невежести не умрешь уже тебе уже это открыто так а почему нам братья не говорят но ты сам вот потом спроси спроси я тебе рассказываю то что любой знает теперь легко отсылать тебя открою википедии увидишь сверяли они это и такие переводчики там вот герасим петрович папский он писал учебники для еврейских школ на еврейском языке высшее знание языка это учебники и он писал учебники воспитатель царских детей евангелие атмосфея псалтырь это он перевел как будто сегодня утром перевел вот как а вот то что православие по сей день существует уже более тысячи лет это можно считать делом божиим потому что она устоялась утвердилась то что от бога она обязательно устоится в любых условиях то есть какие вы катаклизмы не проходили то есть и лишь не лишнее подтверждение тому что это вера от бога до условий да и вот когда они начинают что-то там кажется на поводке дергаться это еще раз давайте обратимся к истокам мы без библии ничего не знаем ян златоуз говорит проповедь иногда 70 раз открывает библию но симфонии то не было для меня составлявшего симфонию это загадка какое его было знание я не обижаюсь и мне был дал кое-что это космический какой-то разум это вообще даже не не знаю вот бог делает так чтобы вы удивлялись и василий великий говорит нигде в писании не написано что мы крестились рукой но мы знаем из предания апостол павел это хорошо что придержитесь нашего предания кто не слушает предания того иметь и на замечание какое предание устно переданное и мы получили это от апостольских времен да вы что думаете думать не надо всегда было католики и терриной но слева направо но все равно крестное знамение совершают а вы как молитесь но мы глаза закрыли так а чем от евреев отличается вы еще там засохли крестное знамение это сила на дьявола тогда женщина одна встает это я в собрании у баптистов с кафедры говорю же одна женщина встал братья я хотела сказать вот я во сне иногда вижу я бы я закончил за вас скажите вы вас не видели дьявола кто-то я видел ягра как вы отбивались ягра сам не знаю как я взял перекрестил его и он сразу упал да ты же баптист не крестишься а во сне перекрестился это сила оружия дьявола поражает в голову крест христов почему и он везде и скорая помощь крест и доказать еще не надо интересно крест был георгиевский крест и у гитлера награда железный крест крест который хозяин этого креста христос заповедал не убивай люби врага это как надо насмеяться было полный георгиевский кавалер а там крест железный с зубовыми листьями по-другому еще а как клянуться на евангелии об описать их в америке когда президент в евангелии которым написано что не клянись никак это казус какой-то совсем на конституции еще понятно там там еще не написано про это сейчас надо путину представили попутно сказать некоторые просьбы чтобы депутатам 450 тысяч месяц наклад так как-то мулянька поменьше то и сразу проголосовали все не принимать даже не поднимать этот вопрос жильяновский горит нельзя иначе это не будут думать и к зарплате пусть уж голосуют им это нужно для того чтобы они держали за свое и голосовали за любое что там продвигает правительство что тут непонятно то да и ладно лишь бы говорится не убили покушение не было на президента че неизвестно еще после него будет я не смотрю а я вот не знаю уже целый год не новость ничего не смотрю и как-то легче легче на душе так ну да ну что брат все вы уже утомились давайте прощаться да да и вам уже пора да да но слава господу я рад был повидаться и на пить все так что господь с нами я ко с нами бог год метод слава кресту богу слава как слава кресту акбар иисусу все